МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доведались наши корреспонденты. Сборная нотарията Беларуси выиграла первое место на 16-й нотариальной олимпиаде у Польши. У склад команды у воходзели и хамельшане. Горячое лето 2018 набирая обороты. Олег Сентюроу отправился на працу разом с первым студентским отрадом региона. Беларусские и китайские краевиды собрал на персональной выставе рычычанин Ялген Шатихин. А зараз об этом и иншим больше подробязным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такая профессия – радиму оборонять. Сегодня у Беларуси означается День пограничника. Однако свое профессийное свято яны николе не могут сустреть усе разом. Нехто обовязково будет у нараде. Парушение державной границы – умолная, ци саправдная – может отбыться у любую хвилину. Адекватно реаговать на усе махчемые выклики и погрозы для пограничной службы – гэта задача номер один. Бородьба с нелегальной миграцией, международным терроризмом, забеспечение территориальной целостности и суверенитету державы – значение мае усе. Глядите сегодня в 20.25 у эфира «Беларусь-4» специальный выпуск программы «Добрый вечер, Гомель», присвеченный Дню пограничника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В интернете усе больше часто заявляются виды опешанных смерчев, які означаются на Гомельщине. И хоть большаясть их зникает у сего праздникальки хвилин, шкода такой природной зъявы часто бывает довольно значной. Наши корреспонденты поглядели некоторые виды оздымки и запросили специалистов прокомментировать их. Нелега сказать, что смерча на беларускай земли – зъява новая. Их доследованием тут займалися ясчэны при концы минулого 100 годзе. Але на пэуна наибольша актуальны гэтая тема стала у опошня 10 годзе. Учёные называют одну причину – пясчанная смерча выник проведенной мелиорацией. На тарфяно-болотной глебе пэуна час саправды отрымливали вялеке ураджая. Але ця пер ситуация изменилася. Основная мелиорация началась в 60-е годы. За эти 50 лет, конечно, на части болотных массивов, осушенных, весь торф уже ушёл. Его ветер выдул буквально. Сейчас на поверхность поднялся песчаные основания. Защититься от дефляции можно оборудовать лесополосы, засадить деградировавшие земли лесом, сосной, которая хорошо растёт на песках. Особливо часто песчаные смерчи на Гомиччине сёлита назираются в районах, где были наибольшезначные осушенные территории. Убаченное настолько ураживое, что без комментариев за кадром не застаётся ни одно вида. И оно как-то ничего не поднимает, чёрное валит и всё прямо в небо. Сейчас поглядим, коров колхозных поднимет и нет. Пытание, тизможа смерч перенести корову, не такое иритарычное. В областном гидромете сегодня контролируют напыльно всем ахчимые климатичные характеристики. От температуры до вильготности. Что тычется смерча, у таймы тут цекавятся так само. Але кажуть, что на пунктах назираниях эта природная з'ява не отзначалась ни разу. А тому основные известки – звидая светка и выезда на место надзвычайных ситуаций. У 2009-м, например, смерч и моцный ветер знищили значную частку лесу у Чачарским районе. Пашкодили дахи на фермах и зламали водонапорную вежу. Вероятно, коли птады на их шляху оказалась та умовная корова, шанс выжить у живелы был бы минимальным. По ходу смерча воронку затягиваться могут предметы окружающие, поэтому разрушение, конечно, может быть. Потому что смерч и скорость ветра достигает 50-100 метров в секунду. То есть, если ураган – это от 33 метров в секунду. То есть, это даже сильнее, чем ураган. По прогнозах в ученых, коли не почать посадку на проблемных земных лесов, песчаная смерча на Гомельчине не спынятся, а махчима навыц станусь больше частыми и моцными. В свою чергу, это створяет проблемы и для сельско-господарчих предприемств. Выращивание культур на таких хлебах потребует додатковых затрат. Дефляция приводит к тому, что плодородие почв снижается. И, естественно, надо применять соответствующие меры, чтобы плодородие не упало. А это удобрения, это различные технологии обработки почв и так далее. Олег Сенцюров, Анна Коральчук, Валерга Панько. Телерадоакампания Гомель. Уже завтра станут вядомые имены переможца у самого престижного спаборництва сярод журналистов, фотокорреспондентов и редакций друкованных и аудиовизуальных СМИ Гомельчины. Все лето на конкурс было подадено 45 заявок. Самые из самых будут вызначены у 5 номинациях. Лепшие редакции газет и электронных СМИ, лепшие журналисты у друкованных выданных и аудиовизуальных сродках массовой информации, а так само лепший фотокорреспондент. Перамокши в этом конкурсе не только престижна, до статусу лепшого регионе дадается еще финансовая патрынка. И переможцы, и призеры отрымают специальные грошовые премии Гомельского аблавы канкама. Максимальная сумма узнагороды складает 500 базовых величин. За час проведения конкурсов СМИ Гомельчины, его переможцами и призерами стали амаль 90 журналистов и фотокорреспондентов и 40 коллективов друкованных и электронных СМИ региона. До других тем, сборная нотариата Беларуси выиграла первое место на 16-й нотариальной олимпиаде у Польши. У склад национальной команды у выходили и представники Гомельчины, которые у двоих принесли 4 золотые и 3 серебряные узнагороды. На протягу четырех дней у польским городом Шана Долна спаборничали 385 спортсменов с 12 краин, цяроды яких Австрия, Россия, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария и Турция. У программе олимпиады были такие дисциплины, як бег, штурхание ядра и жим гантели, скачки у довжиню и вышиню, эстафеты, а так само теннис, плавание, футбол, баскетбол, шахматы и иншие. Нотариат Беларуси на престижном международном турнире представляли 15 человек. Они принимали удел у 14 видах спаборничества и практически во всех дисциплинах завоевали узнагороды. Одными из самых видовищных стали выступления представников Гомельской нотариальной округи Дмитрия Скачкова и Светланы Сороки. Нотариус вообще-то это работа достаточно спокойная и сидячая. И, наверное, чтобы все делать правильно, надо выдавать куда-то импульсы и выкидывать энергетику, поэтому наши нотариусы очень плотно занимаются спортом. Есть два спортсмена, которые представляют Гомельский нотариальный округ. Они завоевали вдвоем 7 золотых и серебряных медалей, 4 золотых и 3 серебряных. И это очень радостно в плавании и в беге. Вот недавно, совсем у нас в мае, закончилась наша внутренняя спартакиада, которая проходила в Гродно, и мы привезли тоже переходящий кубок. Наш Гомельский округ завоевал первое место. Такое выступление Гомельшан на Олимпиаде нотариусов выник шмат годовых упартых тренировок, а так само их особистых ожидания годно представить Беларусь на международной арене. Дарыш, национальная сборная стала переможцей Нотариальной Олимпиады в третий раз. Як чакается, с початком каникулы на Гомельщине разгорнется массовый студотрадовский рух. Бойцы будут працовать на новобудовлях и усильских и спадарших предприемствах, оказывать волонтерские послуги и поляпшать экологию. Самыми першими на працу вышли наученцы Гомельского державного профессийно-техничного лицея Рочного флоту, які вырышили допомогши работникам Палацево-паркового ансамбля. Сёня разом со студотрадом у парк накеровался Олег Сентюров. Гомельский Палацево-парковый ансамбль – знаковое место не только для Гомельской области. Зараз он користается практически такой же популярностью, как знаками этой мерзкие и неосильские замки, что год только местовые музеи наведываются больше 400 тысяч туристов. В связи с тем, что выход на территорию свободны, подлечить огольную кокость наведывальников немогчима, але это явно больше миллион человек. Работы по доброупорядкованию на территории Палацево-паркового ансамбля, здаётся, не спиняются ни на хвилину. Урежься, это не только визитная картка региона, а где и ботаничный помник природы и республиканское значение. Гомельский Палацево-парковый ансамбль – соправды уникальное место. В этом году уже у нас отсвели луковичные растения. Их было больше 100 тысяч штук. Цветение было долгое, продолжительное. Надеюсь, что красивое, всем понравилось. Теперь у нас произошла смена луковичных растений на однолетние. Вот, уже высажена большая половина площади клумб. Ну, работаем над этим ещё. Бойцы из тут отрада, які складены с наученцем в лицея ручного флота, на працу приходят до 8 годин ранецы. На ближайшие 4 годины я не станусь работниками Палацево-паркового ансамбля. Обовязковый инструктаж по технице безпеки и задания на сегодняшний день – пропорка. Помещен тротуарными плитами постоянно растет трава, якую необходно знищать. Выкористание химических речев тут заборонено. По-перше, помник природы, а по-другому – водоховная зона. А тому работы приходится выконовать уручную. Праца не ведьмы творчая, а ле необходная. До речи, за месяц бойцы этого экологичного отрада повинны заработать не депо 130-140 рублёв при 4-годинном працовном дне. Хоть головные не только гроши, удел у студотрадовским руку, это ещё долучение до громадской коррестной працы, а так само выхование почуття дисциплины и отказности. Всё это до речи, заняток можно выбрать на любой густ. Это студенческие отряды и экологические, и волонтёрские отряды, также существуют строительные отряды. Очень массово у нас применяется практика использования сельскохозяйственных отрядов, всегда есть желающие в большом количестве. У нас проводится тщательный отбор, и, скажем так, лучших из лучших мы отбираем на различного рода работы. Олег Синчуров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Знайомство с профессией пожарного выратовальника. Такий незвычайный подарунок для детей с обмежованными махчимостями зарабили волонтёры от Рада «Открытое сердце». Супрацовники МНС чакали ребят на одной со своих тренировочных баз, где на практице показали свои деяния при пожаре и подчас выратования людей при надзвычайных ситуациях. Ты мы протягни, Евгения Кухаронак. Выратовальник – профессия, якая уключается без широк специальностей у пожарного, водителя, слесара, альпиниста, медика. Показать всё за одну годину немогчимо. Тому для юных гостей пожарно-аварийной выратовальной базы вы решили продемонстровать самое уражливое. Однако перш-наперш детям расповедают об пожарной обстановке в Гомеле и основных причинах возникнения узгорания. В преддверии одного из самых добрых и светлых праздников Международного дня защиты детей проходит акция. Детки смогут наглядно увидеть, что из себя представляет профессия пожарный спасатель. Насколько трудна и экстремальна, но в то же время интересна и благородна эта профессия. Насколько сильной духом люди здесь работают. Побывав здесь, возможно, у каждого из них появится в душе маленькая мечта стать будущим пожарным спасателем. Неподалёк узникая узгорания, на якой худка выезжая пожарная бригада, озладженная работа специалистов и прост секунды огонь потушены. Робята с захоплением назирают задеяниями. У протяг демонстрируется выратование людей из высотных будинков. Худкость, спрытность, бесстрашность пожарных с оправдой ураживая. Аплодисментами узнагороживается и выступление кинолога с четвероногим выратовальником. После чего у вас и ребят пропонуется спецтехника, в которую можно не только зазернуть, а и сесть за руль, взять у руки инструменты, опрануть в опротку пожарных. Сегодня на территории нашей страны проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних». И вот в рамках этой акции по всей Гомельской области проходят различные профилактические обучающие мероприятия как с родителями, так и с детьми. Мы сейчас находимся на территории пожарно-аварийно-спасательного отряда. И, конечно, здесь невозможно всё показать. Знакомство с техникой, такое условное тушение пожара, как спасают людей в высотных зданиях, как можно спастись. А кроме того, ребятам довелося поспробовать себе у роли выротовальника. Им доверили гидравличный инструмент, при допомоге якого можно было разрезать арматуру. После такого уражения им хопить на долгий час. Евгения Кухаронак, Игорь Марышенко, телерадо «Компания Гомель». У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава «Масты сябровством» талиновитого реческага мастака Евгена Шатихина. И он з'является удельником шматликих международных экспозиционных проектов, активно популяризует у своей творчести историко-культурную спадшину Гомельщины и краины. Евген Шатихин народился у Минску, однако для життя и мастацкой деятельности обрав город на Днепры речесу. С самого начала своего творчого шляха и до тепережнего часа он находится в пошаге жанровой разностайности. Не боится экспериментовать с техниками, смело выкористовывает колер и контрасты. На выставе Евгена Шатихина представлены его авторские работы разного периода и мастацкого высобления. Сярод их, як традиционные живописные творы, так и объемные картины, дополненные мастацкими элементами зглины. Это полотны с неординарными и интригующими сюжетами, а так само присвеченные родным краевитам любимого сердца города Речицы. Так само годное место у экспозиции заняли работы, которые рассказывают про культуру и жизнь Китая. Духом этой дивной краины Евген Шатихин просякнулся подчас творчих командировок у Поднебесную. Я думаю, что этот проект будет интересен всем, потому что автор работает как в традиционных техниках, то есть холост-масло, так и в смешанных, используя глину. Поэтому его работы, посвященные особенно белорусской архитектуре, представлены такими объемными, очень панорамными сюжетами. Поэтому эта выставка будет интересна как любителям белорусской истории и культуры, так и всем неравнодушным к творчеству наших белорусских художников. ГТ и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете, по адресу www.tvrgomel.by На ГТ выпуск завершен. Всего доброго. И до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Почти 2500 нарушений ПДД и более 80 аварий. Такая дорожная обстановка сложилась в предвыходные и выходные дни в нашем регионе. К несчастью, без жертв не обошлось. Трагедия произошла рано утром в Реческом районе. Водитель УАЗа, выезжая с остановки в деревне Горваль, не пропустил МАЗ. Грузовик в этот момент двигался по главной дороге. В результате столкновения водитель УАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 37-летний пассажир получил телесное повреждение и был госпитализирован в Реческую центральную районную больницу. Местом еще одного столкновения стала трасса М-5. Здесь виновник ДТП по предварительной версии тракторист. Перестраиваясь, он не пропустил внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате происшествия водитель автомобиля Land Cruiser получил телесное повреждение и был госпитализирован в Жлобинскую центральную районную больницу. Травмы в результате дорожной аварии в Хойниках получила двухлетняя девочка. Инцидент произошел накануне. Водитель Митсубиси при развороте столкнулся с Вольцвагеном. Двухлетняя пассажирка последнего получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована. Не менее горячими выдались выходные у спасателей. Так в Гомельском районе пожар оставил без крова семью с тремя малолетними детьми. ЧП произошло в деревне Новая Будда. В субботу днем пожар вспыхнул в жилом доме и в считанные минуты охватил его целиком. Также из-за ветра пламя перебросилось на крышу соседнего дома. Жильцы, к счастью, успели покинуть дом. До прибытия пожарных подразделений женщина вывела из жилого дома несовершеннолетних троих детей. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Еще один пожар лишил семью, дома и автомобиля. Возгорание произошло в дачном поселке Песчаный берег. К моменту приезда спасателей на участке горел микроавтобус Форд Транзит и расположенный в метре от него дачный дом. Пожар ликвидировали, но в той дом оказались полностью уничтожены огнем. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара короткое замыкание электропроводки автомобиля. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Литтельмаш повел в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу против гомельской команды ВРЗ. Первый матч состоялся в Гомеле. На экваторе первого тайма гости счет открыли. Владимир Жигалко нашел пасом оставшегося без присмотра перед воротами вагоностроителей Артема Рося, который переправил мяч в сетку ворот. Спустя три минуты Рося формил дубль. На этот раз ассистировал ему Максим Воронин. 0-2. Весьма неожиданное начало матча. Хозяева приложили максимум усилий, чтобы сравнять счет, однако забить первый-единственный гол. Ворота гостей удалось за 4 секунды до финальной сирены. Отличился Евгений Чернейко. К этому моменту вагоностроители уступали уже три мяча. Воронин поразил пустые ворота ВРЗ. На 1-3 поражение хозяев. Завтра серия до трех побед продолжится в Лиде. Команде Анатолия Яновского в гостях придется нелегко. Пока без побед. Футбольный клуб Гомель в девятом туре чемпионата Беларуси при хорошей игре в гостях уступил солигорскому шахтеру. Хозяева уже на девятой минуте открыли счет Игорь Кузьминок. Головой перевел мяч ворота Дмитрия Дударя. Вскоре зелено-белые восстановили паритет Антон Шрамченко. Сделал счет 1-1. На старте второго тайма хозяева вновь вышли вперед. Лукаш Емунович пробил практически без шансов для гомельского голкипера. 2-1. Больше результативных ударов болельщики на трибунах не увидели. В субботу 2 июня в 10-м туре Гомель на стадионе Центральный в областном центре сыграет с новичком высшей лиги столичным лучом. Матч начнется в 18.45. В турнирной таблице зелено-белые сейчас на 15-м месте. Команды Гомельской области завоевали серебро республиканских соревнований по гандболу стремительный мяч. Юноши и девушки из нашего региона добрались до финалов. Однако не смогли одолеть своих соперников. Парни уступили сверстникам из Минска. Девушки не смогли совладать с командой из Минской области. Между тем, в среду станет известен обладатель второго по значимости трофея белорусского мужского клубного гандбола Кубка страны. Финал четырех стартует завтра в Минске во дворце спорта клуб Гомель встречается со столичным скам. Во второй паре сойдутся полномочный хозяин Кубка БГК имени Мешкова и Гродненский Кронон. На следующий день состоится матч за третье место и финал. Бронзу турнира разыграют в 17.00. Стартовый свисток финального матча прозвучит в 19.30. Гомельчане заняли девять призовых мест из 12 возможных на открытом чемпионате области по стрельбе из лука. В упражнении, в котором мишени находились на дистанции 30 метров, в соревнованиях юношей место занял Данил Кравченко. На третьем еще один гомельчанин Евгений Смольский. У девушек пьедестал полностью заняли местные спортсменки. Победила Анастасия Колбасова. Второй результат показала Арина Шуляк-Нестеренко. Замкнула тройку сильнейших Ирина Ромашко. На дистанции 60 метров самым метким стал Никита Дубровский. Евгений Смольский снова третий. У девушек лучший результат у Анастасии Колбасовой. Арина Шуляк-Нестеренко вторая. Кроме гомельчан в чемпионате области принимали участие спортсмены из Бобруйска. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.